Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. В Сальвадоре построят криптогород. Уже и название есть Биткоин-Сити. Президент Сальвадора Наиб Букеле объявил, что в стране планируют построить город, в котором жители не будут платить налоги на доходы, имущество и прирост капитала. Новый город вырастет у подножья вулкана Кончагуа, и благодаря геотермальной электростанции можно будет и питать этот населенный пункт энергии, и с успехом майнить криптовалюты. Власти Сальвадора также собираются первыми в мире выпустить биткоин-облигации, которые будут использовать для возведения города. Уже заключено соглашение с компанией Blockstream для размещения 1 миллиарда долларов в биткоин-облигациях в сети Liquid Network. Половина средств от их продажи пойдет на инфраструктуру города и майнинговые станции. Инвестируйте и зарабатывайте столько денег, сколько захотите. Это полностью экологичный город, который функционирует и получает энергию от вулкана, заявил Букеле. Также и глава страны сообщил, что если смотреть с высоты, город будет иметь очертание круга с центральной площади в виде значка биткоина. В Биткоин-Сити будет свой аэропорт, жилая и коммерческая застройка. Смартфоны вне закона, если вы за рулем. Правительство Великобритании ужесточает правовые нормы против использования мобильных телефонов во время вождения. Со следующего года любое использование мобильного телефона за рулем будет считаться незаконным, в том числе нельзя снимать фото или видео, играть и даже прокручивать ленты соцсетей. Водителям запрещено делать все это, даже если их автомобиль не движется. Правительство пересмотрит правила дорожного движения, чтобы внедрить норму, при которой нахождение на дороге, например, на светофоре или в пробке, по-прежнему считается вождением. Любой, кого уличат в использовании смартфона за рулем, будет оштрафован на 200 фунтов стерлингов. Ему также добавят 6 штрафных баллов в водительское досье. Есть, впрочем, два исключения. Отправлять текстовые сообщения и звонить за рулем можно только если произошла чрезвычайная ситуация. И допускается использовать смартфон для совершения платежей через устройство для чтения карт, например, на парковках или платных дорогах. Стоит отметить, что водители могут продолжить использовать гаджеты без помощи рук, например, для целей навигации, если они закреплены в подставке. Эта инициатива, как выяснилось, поддерживается общественностью. Министр транспорта Великобритании Гранд Шапс сказал в своем заявлении, слишком много смертей и травм происходит из-за использования мобильных телефонов. Упрощая судебное преследование людей, незаконно использующих свой телефон за рулем, мы обеспечиваем внедрение новых законов для 21 века и при этом защищаем всех участников дорожного движения. Нано-рыбы и нано-крабы будут лечить рак. Исследователи американского химического сообщества занимаются разработкой технологии, которая позволит доставлять препараты для химиотерапии онкологических заболеваний непосредственно к раковым клеткам. Курьерами для транспортировки медицинских препаратов должны стать микроскопические роботы, напечатанные на 3D-принтере. Их форма напоминает рыб и крабов. Материал — гидрогель. Когда меняется кислотность окружающей среды, форма микророботов трансформируется и происходит выброс препаратов в зоне локального расположения раковых клеток. В нужное место внутри тела больного роботов направляют с помощью магнитов. Уровень кислотности в непосредственной близости от раковых клеток отличается от нормального. Это и обеспечивает впрыск лекарств. Технологии протестировали на моделях кровеносной системы человека. Метод показал высокую эффективность. Теперь ученые разрабатывают систему, которая позволит отслеживать перемещение микроботов внутри человеческого организма. Apple все еще пытается создать автономный транспорт. Источники издания Bloomberg утверждают, что компания собирается разработать полностью автономный автомобиль с полуавтономными функциями. По словам инсайдеров, новый руководитель проекта Кевин Линч хочет, чтобы самая первая модель уже могла передвигаться без участия человека. Прежде Apple планировала выпустить self-driving car через 5-7 лет. Теперь же источники сообщают, что целью стал 2025 год. Впрочем, дата не точная. Не факт, что Apple вовремя завершит разработку своей полностью автономной системы управления. Хотя есть слухи, что яблочники уже завершили большую часть работы над процессором автомобиля. Предполагается, что корпорация представит автомобиль с салоном, оснащенным информационно-развлекательной системой, с сенсорным экраном посредине и без руля и педалей.